доброе утро сегодня у нас 5 января я обещал записать ответы на вопросы которые в комментариях на ютюбе и вконтакте задают люди после просмотра фильма учитель физики желает познакомиться вопросы не все комплементарные хотя комплементарных большинство и вот ну например самый типичный критический вопрос звучит так ирина андреева в контакте задала вопрос следующим образом фильме показаны две крайности женщин либо бабищи тюркающего бедного несчастного мужчину который при желании все же вспомнил что он может быть другим либо субтильные нимфетки которым муж покупает три печи для керамики особенно впечатлил глаз мужчины в диалоге с другом всем женщинам нужны деньги и бежит выбирает барышну с гелаурином гелауриновыми губами и наращенными ресницами так это уже красный свет она просто так что ли вкладывается в свой тюнинг и 15-летний сын трусящий трусящий папу учителя как елку где здесь воспитание очень здорово рассуждать что плохо когда мальчика воспитывают женщин а что мешало папе забрать себе сына тем более что в 15 лет ему мама не нужна первый фильм дмитрий про настоящих мужчин понравился больше и хочется его продолжить но про настоящих мужчин это отдельный разговор а вот давайте разберем от этот вот вопрос я сразу отмечаю при ответе на такие вопросы разницу в подходах знаете есть люди позитивные и люди негативные есть люди которые настроены ко всем окружающим независимо от того какие губы ресницы там доброжелательно и еще самое интересное с уважением к их человеческому достоинству а есть люди которые во всем видят извиняюсь говно да и всех подряд вот всех награждает разными эпитетами ну таки вот пренебрежительного быдловатого свойства ну то есть элита снизошла до обсуждения быдло ну во первых фильме показаны две крайности женщин любящие тюркающего бедного мужчину да либо субтильные нимфетки на самом деле если посмотреть на реально воспитанных выработанных системой созданных женщин которые сейчас живут в мире третьи типы женщин встречаются но действительно не часто и это является основой субкультуры межполовой да в которой сложилась в нашем обществе кстати это была одна из целей фильма обратить внимание на ценностный фундамент разных людей живущих в нашем обществе то есть фильме показаны не две крайности женщин а в фильме показаны две доминирующие модели две доминирующие архетипы два доминирующих архетипов ну я думаю что в данном случае цели свои мы достигли впечатлил глаз мужчины в диалоге с другом всем женщинам нужны деньги но это на самом деле что разве не так и любой союз не является хозяйственным проектом и там нет расходов деньги нужны по умолчанию весь вопрос меры да сколько нужны деньги а сколько собственно говоря составляет отношения контекст был в этом и по-моему он всем понятен кроме человек который задал вопрос или я ошибаюсь 15-летний сын трусящий папу учителя как елку где здесь воспитание ну во первых если взять всех наших 15-летних детей мальчиков и девочек и посмотреть трусят они как елку или не трусят то статистически окажется что 99 и 9 нам тоже хотелось сделать оттиск реалий и мы это показали воспитание есть или нет ну я вам скажу что многие родители задаются вопросом почему у них не получается с воспитанием детей они даже знают иногда называют правильные ответы но тем не менее продолжают делать так как принято в субкультуре сложившейся в обществе при котором при которой этой субкультуре да детям ничего не надо делать на подпрыгивать активная мама занесет хвосты и папа естественно даже есть особенно если он живет отдельно ему надо участвовать в этом это даже вопрос престижа может ли он позволит себе там дать сыну какой-то подарок сложилась такая субкультура это не воспитание это не вина мужчин или женщин мы кстати в нашем фильме не предъявляем там только женщинам или только мужчинам мы хотели дать портрет общества мы его дали люди которые негативно воспринимают все окружающие да и посыпают говном но они воспринимают так как будто мы ввязались в семейную разборку между мужьями и женами вообще нет да что мешало папе забрать к себе сына ну я думаю что человек который задает такой вопрос не имеет 15-летнего сына и не находится в разводе потому что он бы таких вопросов не задавал очень много чего замешает забрать к себе и на законодательном уровне и на психологическом оставить женщину да там 40-летнюю одну а ребенок живет с отцом просто так да и а ее реакцию посмотреть а ее энергетику там и так далее и так далее это все не так просто то есть ведь в 15 лет ему мама не нужна вопрос а маме сын нужен в 15 лет она без него жить не может она 15 лет его растила и как просто так забрать да ну вот линейная логика да то есть такое чувство что общаешься не с живым человеком который проживает эту ситуацию а с роботом а мы как раз в фильме пытались показать живого человека который прекрасно понимает каком окружающем мире он живет он осуществляет поступки реально существующих обстоятельств мама ему не нужна да как сказать мальчиком в 15 лет мама это есть наиболее часто встречающийся в кадре родственник с ним сложилась жизнь выстроились какие-то отношения иногда эти отношения кто кого задавит иногда эти отношения я не буду есть не надо меня заставлять там и так далее но в целом это сложившийся тандем который живет десятилетиями если вы обратили внимание и сказать что мальчику мама не нужно в 15 лет вот я как мальчик 50 50 лет я себя помню и в 15 и в 20 нужно ли мама мальчиком это очень интересный вопрос но в общем вопрос ирины андреева я считаю поверхностным потому что в фильме есть ответы на все эти вопросы самое главное фильм смотреть не как попытку семейного скандала вообще ни с кем не воюем мы не считаем женщины неправыми или мужчины мы считаем что вся система разбалансирована ее надо настроить такой вот ответ на первый вопрос